Продолжение следует... Продолжение следует... В конце бракосочетания. В перерыве между двумя торжественными росписями работник ЗАГСа Юлия Вербицкая и фотограф Артём Селезнёв угостились столь редкими тогда американскими сигаретами. Продолжение следует... 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 Вот, посмотрите на красавца, как вырядился. Местный алкаш Вениамин Бероев не отрицал, что вещи не его. Он клялся, что к погибшему не имеет никакого отношения. А теперь быстро вспомнил, где ты взял вот эту одежду. Ну, там, в лесу, под кустом. Там? Да, там. Место помнишь? Конечно. Бероев утверждал, что вещи нашел идеально сложенными, как будто кто-то их оставил на время, чтобы вернуться и забрать. Свой поступок бродяга признал некрасивым, но объяснял собственным бедственным положением. В конце концов, то, что под кустами лежит, не принадлежит никому, и воровством такой поступок назвать нельзя. Вот здесь я их и нашел. Ветки кустов были сломаны. Примятая трава говорила о том, что по ней волочили тело. В кустах обнаружили порванный гитарный ремень. На траве и коре дерева были следы крови. Экспертиза показала, что кровь той же группы и резуса, что и у погибшего. Зубко осмотрел территорию, прилегающую к месту предполагаемого убийства. В урне возле блестоящей лавочки криминалист нашел почтовую квитанцию с номером абонентской ячейки и пустой тюбик от лекарства. Зубко особой важности находкам не придал, но на всякий случай оставил. Выпейте воды, успокойтесь и расскажите все, как было. Я приготовила ужин. Я, как обычно, ждала Сашу с пробежки, и его все не было. Я решила, что, может быть, он встретил друзей или остался у них ночевать. Поэтому я легла спать, оставила ужин на сковороде. Утром я проснулась, не увидела его и прибежала в ближайшее отделение милиции. Это его одежда? Да. Еще до разговора в кабинете Ершов повел Елену Крабко на опознание тела. Она узнала в погибшем своего мужа. Елена Крабко опознала одежду мужа, который завладел Бероев. Но девушка заявила, что икеды тоже принадлежали Александру. Вы уверены в этом? Да, я сама лично вываривала их в хлорке. Кеды – самая доступная обувь для советской молодежи. Резина и ткань делали эту обувь в производстве очень дешевой. Кеды везли из Китая, Северной Кореи и Вьетнама. В 1965 году в СССР наладили собственное производство кед. И на прилавках магазинов появились знаменитые кеды «Два меча». Кеды носили все – обычные люди, знаменитости, герои кино и даже мультфильмов. Чтобы понять, что за человек был погибший и, возможно, натолкнуться на какой-либо след, следователь решил осмотреть личные вещи Александра Крабко. «Два меча» В шкафу Ершов нашел его ежедневник и попросил Елену разрешения оставить его у себя для детального изучения. Она возражать не стала. Оставьте нас, пожалуйста. Добрый вечер, Максим. Во время осмотра квартиры Ершов познакомился с Максимом, братом Елены. Молодой человек вел себя вызывающе и не скрывал, что ненавидел Александра. Я хочу задать тебе вопросы касаемо твоего зятя Александра. Я тут при чем? Почему спрашиваете? Ты можешь не играть, когда с тобой разговаривать? Дело в том, что он был убит. Фу-ху! Сдох таки! А почему ты так о нем отзываешься? Да потому что он подлец. Это мерзкий тип. Ершову хорошо было знакомо такое поведение. В своей практике он видел начинающих преступников, которые в буквальном смысле плевали на закон и с гордостью отправлялись по этапу сначала в колонию для несовершеннолетних на малолетку, а потом во взрослые лагеря. Там они и становились закоренелыми преступниками. В Максиме следователь видел лишь потерявшегося молодого человека, но уж никак не хладнокровного убийцу. Но подозрение снимать было рано. Где ты был вчера вечером? Парень не мог толком объяснить, где он находился во время убийства Александра. Сказал, что шатался по району в компании новых друзей. Фамилия, адреса? Ну я не знаю, но они же новые. Новые друзья. Соответственно, ни о каком железном алиби речи идти не могло. Ершов заметил на столе фото со свадьбы, а также обратил внимание на гитару в руках Максима. Ершов поинтересовался, куда делся ремень от гитары. Ремень я выменял у новых друзей. Вчера. На струны. Нейлоновые. Интересно? Пойдите во двор, спросите, вам все расскажут. И снова на свой вопрос Ершов получил неопределенный грубый ответ. Следователь попросил парня не покидать пределы города и по первому требованию явиться в отделение милиции. Вскоре после собственной свадьбы был убит ударом металлического предмета по голове Александр Крабко. Тело сбросили в открытый люк на территории парка имени Фрунзе. Удивление следователя вызвало то, что Александр пошел на вечернюю пробежку со сменным комплектом одежды. Его джинсы, пиджак и свитер нашел под кустом бродяга, который шатался по парку. Следователь быстро выясняет, что родной брат Елены Крабко ненавидел своего нового родственника. И у Максима нет алиби, которое бы подтвердило его непричастность к смерти Александра. Ершов практически ничего не добился от Максима. Выйдя во двор, следователь заметил молодых людей и решил расспросить их о семье Крабко. А Александра Крабко? Да, его тоже знаем, но он сволочь еще та. Почему сволочь? Ну, он нашего Макса хотел специально в армию отправить. У дворовой компании Максима Ершов узнал, что Александр ненавидел Шурина и хотел выпроводить молодого парня в армию. У Максима, оказывается, конфликт с мужем сестры тянулся довольно давно. Но достаточный ли это мотив для убийства? Явно нет. Но он изменяет своей лени, а мы с Максом как-то его в парке застукали за этим. Но Макс как бы не рассказывает своей сестре, не хочет ее расстраивать. Ершов узнал, что Максим стал свидетелем измены Александра. Он увидел, как Александр переодевается в кустах, снимает свою беговую форму и надевает джинсы и рубашку. Такое поведение показалось Максиму подозрительным, и он проследил за зятем. После этого каждый раз, когда Александр говорил Елене, что уходит на двухчасовую вечернюю пробежку, Максим знал, куда он на самом деле отправляется. Теперь Ершову было понятно, откуда взялась одежда, которую в парке нашел Бероев. Александру нужно было оправдание, чтобы выходить по вечерам. Возможно, в один такой вечер Максим и подстерег зятя. Ершов поменял свое мнение. Мотив у Максима был. Была и возможность. Следователь помнил фотографию со свадьбы в доме Крабко. На снимке гитара Максима была с ремнем. Отсутствие ремня парень объяснил тем, что выменил его на струны. Но он мог и соврать. А не тот ли это ремень, который был найден на месте убийства? Домой, домой, домой! Стоять! Ершов стал невольным участником разборок хипарей и местной шпаны. Получив тяжелый удар по голове, он потерял сознание. Уходило время послевоенного братства и единства. На арену выходили малолетние бандиты, не чтившие законов. Большая часть жизни молодежи проходила на улице, у которой были свои законы. Почитание вождя, укоренившееся в сознании советского человека, своеобразно отразилось на подростках. С именем местного вожака шпана собиралась в кодлы и зловещей толпой шла махаться с чужаками. Оружием становились палки, железные прутья, кастеты, ножи и гвозди. Добросовестные соседи вовремя вызвали милицию, и воронок поспел своевременно. Хобби Maryland Огонь! Огонь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самыми опасными были дети барачных районов, которые пропитались лютой злобой к тем, кто получил квартиры в хрущевках или коммуналках. Так подростка из благополучного района, не знавшего имени местного вожака, могли избить, обчистить карманы и бросить на улицы. Бараки существовали до конца 70-х, но законы безжалостной барачной шпаны живы подчас и сегодня. Владимир Алексеевич, пришелся бы удар чуть выше, я бы вам не голову перематывал, а вскрытие проводил. Причиной смерти Александра Крабко могло быть банальное хулиганство. Чтобы отработать эту версию, Ершов отдал приказ задержать активных участников местной шпаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, будем сознаваться? Как нет? Я тебе в последний раз по-хорошему предлагаю. Если нет, я тебя с ним наедине оставлю. Ты знаешь, что он с тобой за нападение сделает? С молчанкой играть будем, да? Узнаешь? Как нет? На ней твои отпечатки пальцев. Никогда не убедил. Все с тобой ясно. Ставь! Все! Ершов ничего не добился от шпаны. Малолетние преступники стояли на своем и ни в чем не признавались. Все как один твердили, что никогда убитого не видели. Я понимаю, понравилась девушка. Пристали, случайно ударили по голове. Бывает. Я тебя внимательно слушаю. Пургу гонишь, начальник. В первый раз этого фраера вижу. Следователь не особо верил им, но и задерживать подростков на трое суток без веских на то оснований не имел права. Пришлось отпустить. Чтобы узнать больше об отношениях Александра и Елены Крабко, Ершов решил допросить свидетелей со свадьбы. Ефим Фомин отозвался о погибшем товарищи Тепло. Он сказал, что Александр был достойным советским гражданином, который не мог продолжать совместное проживание с Еленой вне брака и через месяц знакомства предложил ей расписаться. Ершов был озадачен. Не соответствовал портрет человека, изменяющего своей жене, такой характеристике. Однако подруга и однокурсница Елены, Лариса Вожина, дала совершенно противоположный отзыв. Честный человек, да что вы мне говорите? Он ведь ей сделал предложение только что прописаться у нее в квартире. Она рассказала, что с первого взгляда увидела в Александре Крабко лживого и корыстного человека. Трехкомнатная квартира – это вам не общежитие. Пять на пять и еще три сожителя. Следователям не давала покоя загадочная любовница Александра, лица которой Максим разглядеть не смог. Она единственная могла пролить свет на это запутанное дело. Найти ее стало первостепенной задачей. Для этого Ершов изучал ежедневник погибшего, который ему отдала Елена. Любая мелочь, любая зацепка могла привести к разгадке. Дежурные, пригласите ко мне подвижного. Владимир Алексеевич, вызывали? Да, Вадим, проходи. В ежедневнике следователи нашли рецепт лекарства. Медэксперт объяснил, что это ГДРовский препарат, аналогов в Советском Союзе пока нет, поэтому в аптеках выдается только по рецепту. Используют это лекарство при разных болезнях. Мазь от редких кожаных заболеваний, вызванных зачастую укусами кельчей. Ершов попросил снять с тюбика отпечатки пальцев. Также в ежедневнике была обнаружена странная надпись, подчеркнутая красной ручкой. ЮВ КАП-139. Давай-ка попробуем, Сергей, проверишь все госучреждения в нашем районе, которых работает кто-либо в кабинете 139 с инициалами ЮВ. Может, что-то получится. Кроев составил список учреждений, где на первом этаже был 139 кабинет. Первая цифра обычно указывает этаж. И раздал его всем оперативникам для проверки. Спустя несколько дней удалось выяснить, что в кабинете 139 районного ЗАГСа работает Юлия Васильевна Вербицкая. Извините, вы не подскажете, где я могу увидеть Вербицкую? Она сейчас церемонию проводит. Спасибо. Ершов, не мешая ее работе, терпеливо наблюдал за процессом. Следователь заметил, что у фотографа, который делал снимки церемонии, под глазом был яркий синяк. Когда церемония подошла к концу, Ершов в шутку спросил. Добрый день. Здравствуйте. Из денежеских производства? В смысле? А вы про это? Да, ревнивый жених приревновал к невесте. Ну, извините, мне нужно работать. Да-да. Добрый день. Здравствуйте. Следователь Ершов. Юлия Вербицкая с большим удивлением восприняла информацию о том, что Александр Крабко погиб и что в его ежедневнике есть запись о том, что он планировал с ней встретиться. Вербицкая подтвердила, Александр действительно к ней приходил. Да, он приносил мне коробку конфет и шампанское. За то, что я помогла ему расписаться вне очереди. У нас влажность низкая в помещении. Кожу очень сушит. Приходится увлажнять. Ершов пошел ва-банк. Юлия Васильевна, у вас и Александра Крабко одинаковое лекарство, лечащее кожные заболевания. И для нашей лаборатории не составит труда выяснить причину этого заболевания. Я не понимаю, о чем вы. В каких отношениях вы были с погибшим? Естественно, в деловых. А вот за введение в залуждение следствия вы будете отвечать по всей строгости закона. Хорошо. Хорошо, я признаюсь. Да, у нас были отношения. Мы встречались. Юлия Вербицкая рассказала, что они с Александром тайком проводили время в глубине леса, чтобы их никто не видел. Как она утверждала, Александр жену не любил и женился по глупости. Юлия была уверена, что он хотел развестись и жениться на ней. Вскоре после собственной свадьбы был убит ударом металлического предмета по голове Александр Крабко. Тело сбросили в открытый люк на территории Куреневского парка. Под подозрение попадает родной брат жены погибшего. От его друзей следователь узнает, что Александр ходил на тайные свидания. Оперативники ищут любовницу и выходят на работницу ЗАГСа, которая регистрировала брак Елены и Александра. Если Елена подозревала об изменах мужа и знала о его намерении развестись, то у нее был мотив для убийства – женская ревность. Ершов также не упускал тот факт, что при разводе Александр мог претендовать на часть жилплощади, на которой проживал вместе с женой. Оставалось узнать одно – кто из женщин лгал. Разрешите, Владимир Алексеевич? Да, конечно, представьте. Вот результаты дактилоскопии. Оказалось, что отпечаток на тюбике не принадлежал ни Юлии Вербицкой, ни Елене Крабко, ни Максиму Комарову. Кем же был этот неизвестный? Ершов решил проверить последнюю улику, самую ненадежную – почтовую квитанцию, найденную в урне вместе с лекарством. Советские граждане, которые часто пользовались услугами почты, заказывали себе абонентские ячейки. Это был не просто надежный способ сохранить в целостности свою корреспонденцию небольшие посылки от вандалов, которые случалось, разбивали почтовые ящики или просто воровали почту, но и обеспечить себе анонимность. В почтовом адресе не нужно было указывать фамилию и имя получателя, а просто написать индекс отделения и номер ячейки. Владельцу ячейки нужно было приходить хотя бы раз в месяц со своим ключом, открывать ячейку и забирать содержимое. Добрый день! Здравствуйте! Следователь Ершов Владимир Александрович. Чем могу вам помочь? Меня интересует содержимое вот этой ячейки. Хорошо, сейчас посмотрю. В абонентской ячейке Ершов обнаружил блок дефицитной импортной фотоплёнки с очень высокой светочувствительностью. Как правило, такую фотоплёнку применяли при ночных съёмках. Кому она принадлежала, узнать было невозможно. У Ершова не было веских оснований получить ордер на то, чтобы отделение почты выдало ему конфиденциальную информацию об обладателе ячейки. Всё, что мог сделать следователь, это оставить на почте своего сотрудника, который бы ждал тайного абонента. Но ждать пришлось бы долго. Да вы меня совсем не слушаете, товарищ следователь. Я говорю, найдите этих людей. Не могу я жить в постоянном страхе. А в это время в отделение милиции обратился некто Седохин Валерий Васильевич. Он утверждал, что его шантажируют. Сначала Кроев не придал особой важности словам, как ему показалось, не совсем адекватного гражданина Седохина. Но услышав одну деталь, следователь полностью изменил своё отношение к заявлению потерпевшего. И вообще поймите, в этом ЗАГСе вообще какая-то банда... Вы сказали, в ЗАГСе? Ну да, в ЗАГСе. Я же говорю, вот уже битый час рассказываю. Вот записки мне присылают. Сначала 200 рублей требовали, сейчас 300 рублей требуют. Да сколько же это может продолжаться? Решил к вам обратиться. Дело-то как было? Женился я полгода назад на Маргарите Юрьевне. А в ЗАГСе познакомился с девушкой, которая нас расписывала. Симпатичная такая, взглядами встретились, понравились друг другу. Пригласил её в парк. Погуляли. Всё нормально, спокойно. А через время приходит мне записка, письмо и фотография, где мы вместе. Иначе Маргарита Юрьевна увидит. Не могу же я ей показать это. Полгода как женат. Второй раз женат. Заплатил. Сумма некритичная вроде. Успокоился, остепенился, бросил. Но недавно пришло новое письмо, где за те же фотографии уже требовали 300 рублей. Валерий Васильевич понял, что просто так его не оставят в покое. И решил обратиться в милицию. Куда вы меня ведёте? За что вы меня задержали вообще? Уберите руки свои. Ершов отдал приказ доставить Юлию Вербицкую в отделение милиции для допроса. Женщина была возмущена. Однако, когда Ершов представил ей записку с требованием о выкупе, полученную Седохиным, Юлия оказалась в недоумении. 300 рублей к вашей жене. Ничто. Я никакого отношения к этой записке не имею. У нас были отношения с Седохиным. И он как-то сам исчез из моей жизни. Я к этому руку не прикладывала. И тем более ни о каком шантаже я даже и не думала. А вы что, только женатых ухажёров себе выбираете? В своих случайных отношениях с женатыми мужчинами Юлия Вербицкая винила проклятую работу. Да, она проявляла слабость, но никого селком не тащила. Послушайте, я что, виновата, что они сами ко мне припираются с цветами? Юлия Васильевна, а вам что, одни бракованные мужчины попадаются? Прям дело какое-то, обракованную мужа. Юлия была смущена фотографиями. Она отрицала свою причастность к шантажу и утверждала, что понятия не имеет, откуда эти фотографии взялись. Из-за отсутствия прямых доказательств, Ершов был вынужден отпустить подозреваемую под подписку о невыезде. До свидания. Тем временем к разгадке загадочного дела привела еще одна случайность. По традиции молодожены должны были объехать все памятники в городе, сфотографироваться и выпить бокал шампанского у каждой достопримечательности. Поздравляю! Ершов стал свидетелем одной такой церемонии. Он увидел фотографа. Фотоаппарат висел у него на гитарном ремне. Заводской ремень от футляра фотоаппарата «Зенит» был тонкий и жесткий. Часто натирал шею, был неудобен и непрочен. Профессиональные фотографы часто заменяли заводские ремни на что-нибудь более удобное. Одним из самых надежных и комфортных был гитарный ремень. На шее мягкая подложка, которая не царапала кожу и не натирала. Это был лучший выбор для профессионалов. Ершов получил санкцию на обыск фотолабораторий Артема Селезнева, штатного фотографа ЗАГСа. При обыске были обнаружены заграничная пленка для ночной съемки, такая же, как и в абонентской ячейке и компрометирующей фотографии Александра Крабко и Юлии Вербицкой. Также сотрудники милиции нашли телеобъектив со значительными повреждениями на корпусе. Что такое? Что ты делаешь? Отпустите меня! Что тут? Своей попыткой бегства Артем Селезнев выдал себя. Улик было предостаточно. Экспертиза показала, что именно этим телеобъективом был нанесен смертельный удар Александру Крабко. На тюбике от лекарства оказались отпечатки пальцев Артема Селезнева. Абонентская ячейка на почте принадлежала тоже ему. Улик хватало, чтобы предъявить Селезневу обвинение. Мужчина своим сопротивлением аресту только усугубил свое положение. Ему ничего не оставалось, как признаться. Абонентская ячейка на почте принадлежала. Александр уже переобувался в Кеды, чтобы вернуться домой, как к нему из-за кустов вышел Селезнев. Здравствуйте. Я тут делал ночные пейзажи и случайно в объектив моего фотоаппарата попали вы. Дело в том, что я купил недавно дорогую немецкую пленку и хотел бы получить компенсацию. Какую компенсацию? За что? За испорченную пленку. С чего вдруг? Иначе эти фотографии попадут по почте вашей жене. Ну да. Сейчас ты сам по почте попадешь. Удар пришелся объективом по голове. Александр упал замертво. Селезнев оттащил безжизненное тело и бросил в канализационный люк. Доказать причастность к шантажу Юлии Вербицкой следствию не удалось. Селезнев всю вину взял на себя. Он признался, что использовал тягу своей коллеги к женатым мужчинам в своих интересах. Юлия и ее ухажеры, чтобы не быть скопрометированными, встречались в безлюдных местах, что играло на руку злоумышленнику. Артем Селезнев следил за коллегой и втайне делал фотографии. Юлия Вербицкая была оправдана. Правда от работы на торжественной росписи новобрачных была отстранена. Ее перевели в отдел регистрации новорожденных. Артем Селезнев за убийство по неосторожности и вымогательство получил 10 лет лишения свободы. Так и закончилось дело бракованного мужа.